Режим повышенной готовности продлили в Севастополе до 30 сентября. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Развожаев. Также в условиях действия противопожарного режима до конца месяца сохранится ограничение на посещение лесов и природных парков. Плюс до 30 сентября у нас остаются действовать ограничения работы кружков секции и иные досуговые мероприятия в учреждениях социального обслуживания. Слава Богу, у нас за этот период ни одного случая ковида в учреждениях социального обслуживания закрытых ни в детских, ни в возрослых нет. Эту практику необходимо продолжить, поэтому это ограничение сохраняем. Также в Севастополе сохраняется запрет на выезд групп детей за пределы полуострова для участия в спортивных и культурно-массовых мероприятиях. До конца сентября в городских больницах не будут проводить профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию. Кроме того, в Севастополе продолжают действовать нормы, введенные главным санитарным врачом России. Так, до 30 сентября горожане, контактировавшие с зараженными коронавирусом или прибывшие из-за рубежа, должны проходить обязательную двухнедельную обсервацию. Кроме того, сохраняется требование сдавать обязательное тестирование для приезжающих из субъектов Российской Федерации. Продолжает действовать запрет на отдых детей из других регионов в местных лагерях, кроме крымчан-севастопольцев и ребят, проживающих в арктической части нашей страны. Продолжение следует...